Если в муниципальном жилом фонде наличием детской площадки во дворе никого не удивишь, то игровой комплекс в частном секторе явление пока еще редкое. Поэтому жители переулка Самарского, что в поселке Дачный, решили взять инициативу в свои руки. И год назад подали заявку на участие в рейтинговом голосовании по выбору территории для установки игрового комплекса в рамках губернаторской акции «100 детских площадок». В 2019 году жители изъявили инициативу, подали заявку на установку детского корабля. Получается, вы, специалисты, выехали, посмотрели здесь еще. Очень важно, чтобы сети не мешали, потому что есть застройка большая, площадь большая, но есть сети. Здесь сетей не оказалось, выезжали специалисты, смотрели, да, действительно, можно установить. Провели рейтинговое голосование, и данная площадка заняла третье место, и вот сейчас ее устанавливают. Игровой комплекс представляет собой корпус корабля с парусами, палубой и трюмом, штурвалом, иллюминаторами, шведским и веревочными лестницами, подвесными мостиками и горками. Паруса корабля украшены символикой «300 лет Кузбассу». Мы очень рады, потому что здесь у всех дети, у всех внучаты здесь, мы прямо очень рады. У нас очень много здесь детей. Беречь-то будете? Конечно, мы уже восстановили. Кто у нас это капитан, кто у нас это, это эти как, юнги, да, это самотросы. Каждый за порядком будет смотреть. Переводок Самарский – это вторая территория в Ленинско-Кузнецком, где устанавливается игровой комплекс. Корабль уже пришвартовался между домами по проспекту Ленина 55-1 и 53-3. В ближайшее время еще два появятся на участке по улице Менделеева в районе дома номер 25 и у ДК культуры и искусства. Напомню, что места, где разместятся игровые комплексы, определяются по итогам рейтинговых голосований. Так что, где в следующем году в Ленинско-Кузнецком будут установлены новые детские игровые комплексы, в первую очередь зависит от активности самих жителей. Галина Ильина, Василий Бухов, Ленинск ТВ